Профсоюз работников образования района это добровольное объединение работающих педагогов и функции которого входит представление интересов работников в отношениях с работодателями и защита их трудовых прав и законных интересов. На днях в РДК-водник состоялся семинар, на котором предстояло обсуждение нескольких вопросов, главным из которых был отчет о проделанной работе в период с 2009 по 2014 годы. В вел совещание и выступил с докладом председатель профсоюза работников образования в Свердловском районе Калсына Гезов. Так, Хасаевсовская районная профсоюзная организация на основании федеральных законов приняла трехсторонные соглашения с управлением образования, администрацией муниципального образования Хасаевсовский район и райкома профсоюза. Калкумель утвержден всем руководителям и состоящих органов и на паритетной основе ведется работа по защите интересов педагогов района. И на этом уровне первичной профсоюзной организации дирекция школы и правком имеют коллективные договора сроком на три года, в рамках которых ведется работа по защите каждого трудового коллектива. Какую же работу провел районный комитет профсоюза за отчетник пять лет с 2009 по 2014 год по защите прав и интересов работников образования района? Хочу начать с того, что для организации защиты работников мне приходится тесно сотрудничать с начальником управления образованием и администрацией района, с которым совместно приходится защищать законные права учителя, разумеется, в рамках федеральных законов и уставов профсоюзов. Самая важная задача профсоюза всех уровней – это работа по повышению заработной платы педагогов. Этот вопрос может решить только федеральные власти, а Дагестан, как вы знаете, датируется Москвой на 80%. После экономического кризиса 2008 года социальное положение бюджетной сферы в Российской Федерации и в первую очередь работнику образования стало невыносимым. Низкие заработные платы, частичные выплаты коммунальных услуг, попытка отменить 25% над банком сельским учителям, отмены за выставку выделя и другие проблемы заставили профсоюзу напомнить федеральным властям о тяжелом материальном положении работников образования. Профсоюзы всех уровней во главе с председателем Совета Федерации профсоюза Российской Федерации Шмаковым, председателем ЦК профсоюза Меркуловой, работников образования Меркуловой, председателем Респомовом, Гайкомовом, Райкомов, первичных организаций провели большую работу по улучшению положения учителей. Ихосовский район профсоюза внес в свою лекцию эту работу, мобилизовал все профкомитеты школ на защиту интереса учителей. Многие, наверное, помнят эти годы. За короткое время профсоюзам и всех регионов России были отправлены телеграммы и письма на имя президента. Председатель Госдумы, председатель правительства Российской Федерации отражают тяжелое положение федеральской работники. Такая сплоченная и активная работа всех уровней в профсоюзах была поддержана президентом Путиным. По итогам этой работы даже в кризисные годы положение начало исправляться. В итоге в 2010 году зарплата учителя поднялась до 7148 рублей. В 2011 году повысилась на 42% и стала 10508 рублей. В 2012 году увеличение составило 21% и стало 11055 рублей. В 2013 году повысилась на 11% и зарплата стала 11998. В 2004 году повысилась на 11% и составила 15287 рублей. Откуда следует, что зарплата учителей за 5 лет повысилась на 93%, то есть почти в 2 раза. Мы понимаем, когда жизнь выражается каждым днем, даже такое повышение не может удовлетворять работе к образованию. Мы также считаем, что в корне несправедливое и то, что в едином пространстве российского общества регионы-доноры платят своим учителям по 40-50 тысяч рублей в месяц, тогда как в Дагестане она намного меньше. Чем провинились учителя доточенных регионов, в данном случае Дагестана, остается непонятно. В последние годы свои некоторые полномочия федеральные органы начали делегировать республиканским властям. Поэтому председатель Республиканского профсоюза работного образования в 2014 году для улучшения социальной защиты учителей на имя главы Республики Дагестана Аблатыбова направил письмо из 15 пунктов, где поднимались проблемы образования. Вот некоторые из них. Это повышение зарплаты учителям республики. Решение проблем получения воплот по коммунальным услугам. Вот тут я хочу немножко пояснить нашу ситуацию. Вы, наверное, помните, в 2009 году по инициативе председателя Республиканского профсоюза Абирадинова и его активной жизненной позиции профсоюзов добились, выиграли суды в Москве, в Махачкале, в Дагестане. Даже после этого не дали коммунальные как следует. Потом выиграли суды в Москве. Только после этого прокурор Дагестана заставил правительство Дагестана выплатить, чтобы эти освещения и отопления педагогам было бесплатно. В 2009 году к вам приходили работники, снимали показания и уходили. И вы спокойно получали где-то 90%. Это была большая победа профсоюза. Но по вине нерадивых учителей, нерадивых работников тех служб, в течение одного года было произведено 300 миллионов переплаты по коммунальным услугам. И на второй год, в 2010 году, правительство Дагестана обратно вернулось к постановлению, в котором мы сегодня с вами живем. И это очень обременительное постановление. Сначала учитель должен платить, потом им возвращать. Не всегда вовремя, не всегда, сколько нужно. Вот эти проблемы до сих пор не сняты, но скоро они, наверное, снимутся. Профсоюзы ежегодно занимались этим вопросом в Веском профсоюзе и добились того, что в ближайшее время гарантированно всем работникам образования будет оплачиваться тысячи рублей в месяц, хотя профсоюзе требовали две тысячи с половиной, не получилось. Гарантированно все педагоги будут получать, наверное, с зарплатой тысячи рублей. Если кто-то потратил, допустим, тысячи пятьсот рублей. И эти пятьсот рублей, как сейчас, значит, вам возвращают, лишние вам будут возвращаться. В ходе работы обсуждались и другие вопросы. А в дискуссии принимали участие также и представители райадминистрации, помощник главы муниципального образования в Севертовский район Акавакао и заместитель управ делами администрации Гусейн Джамалов. Эльмира Чапаилова, Каркмас Сутакао, Варслан Джамайев. Специально для информационной программы.